Потребуется 18 миллиардов рублей. Сегодня в ходе рабочей встречи глава региона Михаил Евраев доложил президенту о планах на строительство третьего моста через Волгу, что ответил Владимир Путин. Примерили боевое снаряжение и даже увидели, как работает специально обученная собака. В загородном лагере железнодорожники провели профилактическое занятие с ребятами. Подробности далее. Сочная, сладкая и очень полезная ягода. Сегодня в мире отмечают День арбуза. Как выбрать самый вкусный, расскажем. Ярославская область опять в топе. На этот раз в рейтинге достопримечательностей по числу запросов в интернете. Какие объекты вызывают у туристов восторг. Всегда мечтал, чтобы в родном городе развивался любимый вид спорта. И этот момент настал. В Ярославле открылась Академия пляжного футбола под руководством Бориса Неконорова. Ярославлю готовится к новой волне жары. Синоптики обещают очередные плюс 30. Но у кого-то это не повод для сиесты. Расскажем, как переносят жару косолапые. Здравствуйте, в эфире «Время новостей» городского телеканала в студии Екатерина Сысоева. Владимир Путин поддержал планы строительства третьего моста через Волгу в Ярославле. Во время рабочей встречи в режиме ВКС с Михаилом Евраевым президент сегодня заявил, что даст поручение профильным ведомствам проработать вопрос. Как сообщил в своем докладе глава региона, ориентировочная стоимость моста – 18 миллиардов рублей. Также Евраев доложил Путину об основных показателях социально-экономического развития Ярославской области и результатах работы за 9 месяцев. Среди них – ввод жилья, решение проблем обманутых дольщиков, ремонт дорог, модернизация общественного транспорта. Первый этап, самый главный – это строительство моста через Волгу. Я проработал данный вопрос с Мартом Шахерзиановичем Хуснулиным. Он проект поддерживает, но проект требует дополнительного выделения, дополнительного финансирования со стороны Министерства финансов. Я поручу различным ведомствам, и они проработают между собой. Ладно? У него достаточно много ресурсов. Посмотрим, что у него там, может быть, есть в загашнике. Но мы в целом посмотрим по исполнению бюджета этого года, следующего года. Поработаем. Вопрос важный, я согласен с вами. Глава государства назвал положение дел в регионе по основным показателям, цитата, «вполне удовлетворительным». Также Владимир Путин попросил Михаила Евраева держать в фокусе внимание вопрос участия региона в национальных программах. Мы в этом году строим два объекта. Это онкобольница и детская поликлиника. Помимо 14 модульных объектов ФАПов. То есть мы участвуем активно и работаем с Министерством здравоохранения и находимся на постоянном с ними контакте. Сразу два ярославских сенатора попали под новые санкции США. Речь о представителях нашего региона в Совете Федерации Наталье Косихиной и Сергее Березкине. Как сообщают федеральные СМИ, ограничения против политиков визовые. Всего в санкционный список попали 893 российских официальных лица. Это члены Совфеда и военнослужащие. Напомню, с начала специальной военной операции на Украине западные страны регулярно накладывают ограничительные меры на отечественные компании, политических деятелей и бизнесменов. Санкции коснулись высших должностных лиц и парламентариев, в том числе и депутатов Госдумы от Ярославской области. Теперь список пополнили сенаторы. Мы связались по телефону с Натальей Косихиной и узнали, как она сама отреагировала на такие меры. Включение меня в новый список санкций воспринимаю абсолютно спокойно. Понимая сложную внешнеполитическую ситуацию сегодня, вижу, что несмотря на санкции, экономика нашей страны развивается. Ограничения в плане туризма не считаю совершенно проблемой. У нас уникальная и богатая природа страна, архитектурой, историко-культурным наследием. И поэтому с удовольствием и радостью путешествуем вместе с семьей по городам и уголкам России. Буквально несколько часов назад перед Туношной произошло ДТП. Видео аварии появилось в соцсетях. На кадрах видно, что в результате столкновения одна иномарка вылетела в кювет. Вторая легковушка сильно повреждена. Искореженные детали авто разбросаны по дороге. Как пишут очевидцы в комментариях, четверо госпитализированы. Прокуратура Дзержинского района потребовала через суд отремонтировать Суринский путепровод. Об этом сегодня городскому телеканалу сообщили в областном управлении ведомства. Поводом для обращения послужили результаты проверки, в ходе которой установлено, что дорога находится в ненадлежащем состоянии. Имеется колейность. Кроме того, отмечается, что участок является аварийным. Буквально вчера с Суринского путепровода чуть не вылетел грузовик. Авто пробило ограждение, после чего кабина выкатилась за пределы моста. Обошлось без жертв. В столице Золотого кольца сегодня подвели промежуточные итоги реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». В этом году в регионе должно появиться 14 новых модульных зданий. Это 10 ФАПов, 3 врачебные амбулатории и одна поликлиника. В городах и районах области в 117 медицинских учреждениях пройдут капитальные ремонтные работы. Также для клиник закуплено 26 автомобилей для доставки пациентов в больницы, а работников до места жительства пациентов, а также перевозки биологических материалов и доставки лекарств жителям отдаленных районов. Мы выполнили закупочных процедур по закупке оборудования на 54 миллиона и закупочных процедур и по выполнению капитального ремонта на 12 миллионов рублей. Оборудование все поставлено в лечебные учреждения, естественно все контракты закрыты, так же как и буквально позавчера закончился последний ремонт в поликлинике номер 5. Ремонт на общую сумму порядка 16 миллионов рублей. Это ремонт детской поликлиники номер 1, помещение с коммуникациями. Детская поликлиника номер 2 на сумму 3,5 миллиона рублей. Это кровля и входная группа. Возрослая поликлиника номер 1, замена оконных блоков. На реализацию этой программы в Ярославской области в 2022 году выделят порядка 1 миллиарда рублей. Цель проекта сделать медицинскую помощь доступной и качественной в малых городах и населенных пунктах. Внедрить единый подход к организации медицинской помощи на всей территории страны. Те проблемы, которые были по итогам 2021 года, мы наконец-то завершили. Мы ввели, по сути дела, в эксплуатацию все недостроенные модули и получили на них лицензию. Как говорится, в ближайшие дни каждый уже активно начнет принимать пациентов. Это три модульных объекта в Некрасовском районе и один в Мышкино. 4,5 тысячи жителей Ярославской области пострадали от укусов клещей. При этом количество обратившихся на четверть меньше среднего многолетнего значения, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. К примеру, за последнюю неделю за медицинской помощью обратились 148 человек. Из них 15% дети. Как отмечают специалисты, самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. А вот на природе, в лесу или на даче необходимо соблюдать меры предосторожности, проводить самоосмотр, обрабатывать одежду репеллентами. Готовы более чем на 50% улица Первомайская и Волжская набережная. Работы по замене изношенного асфальта и бордюров идут полным ходом. Улицы готовятся встретить день рождения города обновленными и благоустроенными. Сегодня комиссия мэрии проинспектировала участки ремонта. Родион Латышев присоединился. На сегодняшний день готовность Волжской набережной составляет около 50%, а вот Первомайская выполнена почти на 80%. В любом случае, эти две улицы должны быть полностью отремонтированы ко дню города, 20 августа. Волжская набережная, на которой в первую очередь сегодня побывала комиссия мэрии, готовится к сдаче к 15 августа. Пока претензии к качеству выполнения нет. По завершению работ здесь проведут дополнительные лабораторные исследования материалов, а после приемка объекта. Всего же здесь планируют уложить новый асфальт и установить новые бордюры. Полностью обновят участок от памятника Некрасову до арсенальной башни. Этот ремонт уже давно нужен был. Город этого ждал. Будем надеяться, что дорога эта прослужит городу очень долго, будет крепка и радовательно наших жителей. Ну, насчет ремонта волжском арбережной, мне все нравится. И лучше стало, и просторнее стало. Ну, правда, еще пока не доделано. Окончательного результата пока еще не видно, но так все хорошо. Следующая точка проверки – улица Первомайская. Сейчас здесь укладывают асфальт и тротуарную плитку. Это уже третий по счету и, самое главное, последний участок ремонта. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Все виды работ дорожные мы хотим завершить к дню города 20 августа и дальше продолжать уже работы по модернизации тофорных объектов и обустройству проезжей части с дорожными знаками. Третий пусковой участок по улице Первомайской мы сегодня проверили от площади Волково до улицы Советская. В принципе, работы ведутся в графике. Есть небольшие замечания, где подрядчик устранит данные замечания. Так что в день рождения Ярославля горожане и гости города смогут прогуляться по обновленной Волжской набережной. А одна из центральных артерий – улица Первомайская – заработает в полную силу. Родион Латышев, Денис Кауров, Новости города. Железная дорога – самая безопасная, если быть внимательным. С начала года только в Ярославской области шесть человек погибли. Двое получили травмы в результате наезда железнодорожного подвижного состава. Причина – несоблюдение элементарных правил. Поэтому в летнее время железнодорожники занимаются именно профилактикой и особенно среди детей. Сегодня очередное занятие прошло в загородном лагере. Девчонки и мальчишки неплохо владеют теорией. Многие из семей железнодорожников поэтому точно знают, что можно, а что не стоит делать. Ну а сегодня они смогли применить некоторые знания и на практике. Проводим мероприятия как профилактику травматизма, детского травматизма. Такие мероприятия более запоминаются детям и на более долгий срок хватает информации. Загородный лагерь на целый день объявлен территорией безопасности. Подготовлена большая программа. Что-то дети уже хорошо знают, но немало и новой информации. Я думаю, что в полной мере все знать невозможно. Мы это напоминаем и в течение учебного года посещаем образовательные учреждения, потому что правила меняются. Все-таки подвижной состав увеличивает свою скорость, увеличивается электроснабжение на железной дороге. То есть развиваемся и доносим новую информацию детям. Все отдыхающие от мала до велика, а в третьей смене около 300 человек отправились в увлекательнейшее путешествие по восьми станциям безопасности, каждая из которых посвящена своей тематики. Также ребята смогли больше узнать и о тех людях, которые обеспечивают безопасность на железнодорожном транспорте, примерить боевое снаряжение, увидеть, как работает специально обученная собака. Валькирия, а именно так зовут немецкую овчарку, еще в самом начале своего служебного пути, но довольно уверенно находит небезопасные предметы. Или оказание первой медицинской помощи. Эти навыки всегда пригодятся. В этом уверены взрослые, да и дети уже отлично понимают ценность полученных знаний. Нельзя бегать по железным путям, нельзя заходить за желтую линию. Под поездами тоже нельзя, потому что в любом моменту может двинуться и все. Но главное, чтобы не случилось беды, нужно не просто знать, но и всегда следовать нехитрым правилам поведения на железной дороге. Елена Златоустовская, Михаил Орлов, Новости города. Сочная, сладкая и очень полезная. За свою популярность самая большая ягода даже получила собственный праздник – День арбуза сегодня. Плод считается одним из самых освежающих по сравнению с другими. На 92% состоит из воды. Оставшиеся 8 – кладезь витаминов. Отличный способ утолить жажду в августовскую жару. Тем более, что сезон спелых арбузов стартовал. Как выбрать вкусный сахарный плод, проверенный на вредные примеси, узнал городской телеканал. Ярко оформленная палатка как бы намекает, на какой именно ассортимент стоит обратить внимание. Любимого летнего лакомства в избытке. За день только на одной торговой точке могут продать до 500 килограммов арбузов. Завоз каждый день прямиком из Дагестана. За вкус продавцы ручаются. По пути с работы или в обеденный перерыв, чтобы взять на дачу, устроить пикник или просто порадовать домочадцев, ярославцы непременно заглядывают. Очень люблю арбузы, очень ждал лето. Они очень вкусные и сладкие, и утоляют жажду очень хорошо. Здесь беру не первый раз, и всегда очень вкусно. В другое время года не попробуешь, такое экзотическое для нас все равно. Арбузы люблю очень. Во-первых, я с Азии, и там, конечно, арбузы и дыни. Извините, в это время вообще. Но сейчас не очень доверяю. Все направлено на то, чтобы извлечь выгоду. Можно сыпать что угодно, сколько угодно и как. Однако, если покупаешь арбузы в официальных торговых точках, можно быть спокойным. Профильное управление мэрии работу палаток с фруктами тщательно контролирует. Вся продукция проходит лабораторные исследования на уровень радиации, нитратов и прочих примесей. Получает документы. Без них на прилавок не попадешь. Сопроводительные документы должны быть обязательно. Документы на качество и безопасность. То есть продукция уже проверенная по всевозможным показателям. Обязательная. Наличие ценников, наличие упаковочного материала. Персонал в санспецодежде обязательно должен быть. Если купить проверенный арбуз можно почти со стопроцентной вероятностью, то как выбрать спелый и сладкий? Желтый бачок, сухой хвостик и звонкий звук, как будто бы стучишь по барабану. Вот главные признаки спелого арбуза. А как говорят опытные продавцы, чем больше ягода, тем она слаще. При выборе арбуза важно обращать внимание и на целостность корочки. На ней не должно быть надрезов и трещин. Сок внутри стерилен, а крепкая оболочка защищает мякоть от бактерий. Знающие продавцы никогда не разрежут арбуз, чтобы его попробовать. Просят, но мы всем отказываем. Объясняем, что мы заботимся о их же здоровье. Потому что бывает даже, что рукаются. Разрежьте нам, нам не донести. Мы этого не делаем никак. Не секрет, что арбузы не только вкусные, но и очень полезные ягоды. Отличный антиоксидант и просто кладезь витаминов. Эта ягода удивительно богата витамином С, бета-каротином, витаминами группы В. Есть замечательное минорное вещество арбутин, которое благоприятно действует на наш обмен веществ, улучшает пищеварение, улучшает функцию сердечно-сосудистой системы печени, почек. Калорийность ягоды незначительна, а польза налицо. Так что в сладком лакомстве себя можно не ограничивать. Особенно сейчас, когда начался сезон самых спелых арбузов. Екатерина Сысоева, Денис Кауров, Новости города. Ярославские достопримечательности попали в рейтинг по числу запросов в интернете. Его составил популярный российский поисковый сервис. И так, больший интерес у пользователей вызвали Толкский монастырь, Карабиха, Волковский театр и Церковь Ильи Пророка. Кроме того, за пределами Ярославской области хорошо известны Ростовский Кремль, памятник Ярославу Мудрому, парк на Стрелке, Углический Кремль и Спасо-Преображенский монастырь, а также музей утюга. Ведь всего в нашем регионе таких культурных объектов 17. Все они излюбленные места для посещения туристами. Мои коллеги поинтересовались у ярославцев и гостей города их мнением о популярных достопримечательностях. В первую очередь Ярославль – это наш известный театр имени Волкова. Это потрясающее место, где идут круглогодично спектакли. Очень интересно посмотреть и послушать. Также еще Карабиха – это музей Некрасова, известного писателя. Там тоже такое атмосферное место. Есть и прудики, и разные площадки для прогулки, где можно замечательно провести время. Мне кажется, место притяжения гостей города, ярославцев – это Стрелка, набережная реки Волги. Сюда приезжают, прогуливаются. Это, с одной стороны, центр города, с другой стороны, очень тихое место. В Ярославле очень много хороших достопримечательностей. В частности, Волковский театр является визитной карточкой нашего города. Нам очень нравится в Толский монастырь ездить, гулять. Невероятная красота. Ну и вообще, в целом, по набережной прогуливаясь, можно увидеть много интересного и красивого. Мы видели театр. Хотелось бы очень попасть на премьеру, потому что наслыша на ваших премьерах, что это стоит посетить специально. Знаю, для этого сюда приезжают люди из Москвы. Мы приехали из Москвы на теплоходе, плывем по Волге. Потом, ну, собственно, на три часа мы здесь. Вот, очень понравился собор Ильи Пророка. Очень. Там можно находиться, мне кажется, целый день, разглядывая эти фрески. И сейчас к спортивной части выпуска. В Ярославле открылась Академия пляжного футбола под руководством Бориса Никонорова. Лучший бомбардир планеты в этом виде спорта, и наш земляк лично будет курировать ярославских мальчишек и девчонок. Сегодня состоялась первая тренировка и первая товарищеская игра воспитанников Академии. За открытием следил мой коллега Александр Захаров. Побрасывайте и бьете. Свой коронный удар Борис Никоноров показывает на мастер-классе воспитанникам Академии пляжного футбола. С этого дня они будут босыми ногами гонять мяч по песку два раза в неделю. Удобнее может и падение мягче будет. Можно будет больше крутых голов забивать. Идея создать Академию принадлежит нашему земляку, чемпиону мира по пляжному футболу Борису Никонорову. Своих первых воспитанников он набрал из спортивной школы номер 13 и лично провел первую тренировку. Для занятий пляжным футболом здесь, на территории спортивной базы школы номер 13, была обустроена специальная площадка, максимально приближенная к мировым стандартам. Единственное ее отличие, она чуть меньше в размерах и здесь чуть меньше песка. Но это для того, чтобы детям было легче тренироваться и играть в футбол. Мне всегда хотелось, чтобы в моем родном регионе развивался мой любимый вид спорта. И эта площадка как раз что-то новое, первое такое, вы знаете, все начинается с малого. И как раз она послужит тем началом для развития пляжного футбола в моем родном любимом регионе. Также на этой площадке будут тренироваться дети с особенностями здоровья. Сегодня здесь состоялось открытие детской инклюзивной футбольной школы. Пока что ребята имеют возможность тренироваться только в летний период. Но, как говорят городские власти, если проект пойдет и получишь широкий отклик у детей, они будут способствовать его развитию. Также мы в перспективе надеемся, что у нас появится волейбольный центр. В 2023 году там планируется также пляжная история. И в том числе, если все сложится, будет позитивная динамика. Мы хотим, чтобы эта история стала круглогодичной и там занять место именно в закрытом помещении. В день открытия состоялся товарищеский матч по пляжному футболу. В нем приняли участие воспитанники обеих школ. И пусть голы были не такие эффектные, как у Бориса Никонорова, у этих ребят все впереди. Александр Захаров, Василий Мосин, Новости города. Ярославна Екатерина Сергеева завоевала две медали на соревнованиях по горному бегу. Чемпионаты первенства России проходили под Рыбинском в Демино. На первенстве воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва номер 19 заняла первое место среди юниоров. А вот на чемпионате страны Екатерина Сергеева стала третьей. Забег проходил на трассе длиной 7 километров 650 метров. На Ярославскую область наступает 30-градусная жара. По данным синоптиков, столбик термометра начал уверенно подниматься со среды и продолжит это делать до конца недели. Тем не менее, плюс 30 – не повод релаксировать в тенечке, по крайней мере для косолапых. Эти кадры появились сегодня в паблике Ярославского зоопарка. На них играющие друг с другом бурые медведи Ума и Топа. В прямом смысле два брата-акробата. Как рассказали сотрудники зоопарка, отличить парней легко. У Умы шерсть с серебристым отливом, у Топы более коричневая. А еще у него небольшой шрам на мордочке, который он получил в детстве во время игры с братом. И теперь к погоде. Подробнее. В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Причиной стала жаркая погода. В Хабаровском крае пройдут короткие летние дожди. Туман и слабый ветер прогнозируют синоптики в Омске. А в Севастополе 28 градусов, возможно, гроза. Что в Ярославле с прогнозом на четверг в эфир новостей выходит моя коллега Юлия Василенко. Здравствуйте, с вами Юлия Василенко и прогноз погоды на четверг. По данным синоптиков, на протяжении всего дня будет облачно и без осадков. Подробнее через несколько секунд. Новая уютная твоя квартира в ЖК «Сирень». 33-22-00. В четверг ночью в Ярославле облачно, без осадков. Температура 14 градусов. Ветер южный 1 метр в секунду. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Четверг днем в Ярославле ясно. Температура 30 градусов. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. На этом прогноз погоды окончен. С вами была Юлия Василенко. До встречи в следующем выпуске. Через мгновение в эфире художественный фильм «Коко до Шанель». Я же напоминаю, новости городского телеканала также доступны на сайте gtk.tv, в пабликах и телеграм-канале. Сообщайте новости в нашу редакцию по телефону 72 11 70 72 11 80. В студии работала Екатерина Сысоева. Завтра в эфире мой коллега, главный редактор городского телеканала Илья Барабанов. А я желаю вам хорошего вечера и до встречи в эфире.